Восточный Казахстан На дорогу до населенного пункта с необычным для наших мест названием у меня ушло чуть больше полутора часов, и это с моей неспешной манерой езды и сильной гололедицей на дороге. За плотной стеной снежной завесы вскоре удалось различить силуэты небольших домиков, стоящих на окраине. Здесь дорога заканчивается, упираясь в береговую линию реки Иртыш. Вот только глядя на указатель с наименованием населенного пункта, не сразу понятно, при чем здесь река Иртыш и Актобе, вроде бы находящиеся в двух с половиной тысячах километров отсюда. Созвучный с крупным индустриальным центром Актюбинской области Актобе, кроме названия, не имеет с бывшим Актюбинском ничего общего. Разве что находятся оба эти населенные пункты на территории одной страны. Этот небольшой поселок заинтересовал меня давно, но никак не складывались планы здесь побывать. И даже сегодня погода для съемок выдалась не совсем располагающей. Уже в пути плотной стеной посыпал снег, а небо затянуло молочной пеленой. Тем не менее, решаю не отступать от намеченного плана действий, а дальше, как говорится, будем действовать по обстоятельствам. Поселок Актюбе встретил тишиной и спокойствием, нарушаемые лишь редким лаем собак, свидетельствующим о том, что люди здесь есть. Не спеша проезжаю по единственной расчищенной улице, внимательно рассматривая стоящие вдоль дороги дома, большинство из которых засыпано снегом. Наверное, их хозяева, как это часто практикуется, на долгий зимний период перебираются в город, либо в более крупные поселки, а летом возвращаются сюда вновь, чтобы провести время на свежем воздухе и почувствовать вкус свободы. Но наряду с летними домиками много в поселке домов заброшенных, многие из которых частично разобраны или разрушены временем. Сегодня Актюбе живет тихой и размеренной жизнью. Летом здесь куда более оживленно, ведь дорога, проходящая через поселок, ведет в сторону паромной переправы Предгорная, соединяющей противоположные берега реки Иртыш и позволяющей существенно сократить путь, чтобы не делать немалый крюк через областной центр. Поэтому Актюбе с небольшим преувеличением можно назвать Вторым Римом, через который проходит важная транспортная артерия, ограничиваемая лишь пропускной способностью парома. На одном берегу поселок Предгорная, на противоположном село Таврическое, который связывает небольшой паром на несколько автомобилей, управляемый старенькой моторной лодкой. Быть может, этот паром отчасти является той тоненькой ниточкой, которая не дает поселку с озвучным крупному индустриальному центру Актюбинской области названием прекратить свое существование. А еще вполне возможно, что Актюбе живет благодаря тому, что располагается в непосредственной близости с довольно крупным селом Таврическое, которое по местным меркам можно считать небольшим городом. Ведь здесь есть практически все, что нужно для вполне комфортной жизни. И несколько крупных магазинов, и новое кирпичное здание двухэтажной школы, центральная больница, дом культуры, библиотека, детские игровые площадки и социальные объекты. Вполне современный населенный пункт, который сложно назвать селом или поселком, глядя на его развитую инфраструктуру. В целом же основная направленность экономики поселка – сельское хозяйство. Таврический сельский округ является центром производства экологически чистой продукции в Восточно-Казахстанской области с хорошо известными фермами и успешными предприятиями по переработке продукции. При этом, несмотря на множество проблем и ограничивающих факторов, сельское хозяйство является важным направлением развития не только села Таврия, но и расположенных вокруг него населенных пунктов, одним из которых как раз таки является Актобе – экономически тесно связанный с центром сельского округа. Без сомнения, такая связь очень важна для небольшого поселка, который при первом знакомстве создает обманчивое впечатление заброшенного. А быть может, обманчивость – это не кажущееся, а вполне желанное для определенной категории лиц. Ведь если мыслить сухим языком цифр и экономических показателей, то содержание такого поселка, пусть и не столь удаленного от центра сельского округа, является затратным и не вполне целесообразным. Гораздо выгоднее пойти по пути укрупнения на примере больших городов, где население максимально уплотняют в пределах городской территории, создавая комфортные условия для жизни. Простыми словами, дешевле включить свет в одном месте, нежели тянуть провода и освещать десятки мест в округе. Размышляя о высоких материях, не заметил я, как снег прекратился. Молочная завеса постепенно начала спадать, местами открывая не очень приглядную картину. Интересно было бы заглянуть лет на полста назад, чтобы увидеть, как оно было здесь тогда, во времена существования огромной машины, названной страной советов. Пятилетки, плановая экономика, ударные темпы труда. Строили тогда на века, а делали на совесть, не жалея ни бетона, ни металла, ни сил. С черно-белых экранов телевизоров пропагандировали труд и сплоченность коллектива для пользы общего дела и построения светлого будущего, которое, вопреки экономике, плановой пошло не по плану. Оставшиеся в моем распоряжении несколько часов решаю провести на уже знакомом мне водоеме неподалеку от Таврии. Время еще есть и хочется побыть в тишине и спокойствии, наслаждаясь горячим, свежезаваренным чайком и долгожданной трапезой под успокаивающей шелест золотистых колосьев, растущих вдоль береговой линии. Люблю посидеть так, ни о чем не думая и никуда не спеша. В таких посиделках хорошо тренируется внутреннее молчание, поскольку мы устроены таким образом, что постоянно разговариваем, даже когда молчим. Это сложно звучит, но на деле все просто. Наши мысли – это наш внутренний голос, наш внутренний собеседник. Обдумывание дорожной обстановки и принятие решений, мыслительный процесс во время бытовых лопот, чтения и даже обыденного похода по магазину – все это наши внутренние разговоры. Пожалуй, отдыхаем мы лишь только ночью, поэтому очень непривычно сидеть вот так, ничего не делая и ни о чем не думая, не разговаривая. Сначала это даже немного пугает, но впоследствии имеет очень мощный эффект. Буквально 5-10 минут, проведенных в тишине, настраивают на одну волну с окружающим миром и природой, открывая совершенно другой мир, который существует параллельно тому, в котором мы живем сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Прогуляемся вместе с небольшой речушкой Песчанка вниз по ее течению. Перепад высот в этом месте навел на мысль, что должен быть где-то здесь небольшой водопад. Так и оказалось. В метрах в трехстах от запруды послышался шум падающей воды. Особую акустику создавал ледяной панцирь, прикрывавший водопад. Вот она, сила движущейся воды. Ни скалы, ни лед, ни даже высокотехнологичные инженерные сооружения не в состоянии остановить ее движение. Всегда найдет она альтернативный путь, обходя стороной все препятствия, встречающиеся на пути. Есть чему поучиться нам у этой стихии. Подходил к концу очередной день. День, который уже не вернешь, но который, благодаря современным техническим возможностям, удалось мне сегодня запечатлеть, сделав своеобразный стоп-кадр, который, без сомнения, через полсотни лет будет выглядеть архаичным и непонятным тому современному поколению. Формально сегодня побывал я на западе нашей большой страны, впервые познакомившись с поселком Актобе и узнав немного нового о селе Таврическое, которое, глядя на его развитую инфраструктуру и кипящую здесь жизнь, довольно сложно назвать селом или поселком. Ровно так же сложно сказать и то, есть ли будущее у таких населенных пунктов, как Таврия, Актобе, да и вообще многих других, или же сухой язык цифр и экономических показателей со временем одержит верх в угоду оптимизации затрат и укропнения населенных пунктов за счет упразднения и ликвидации экономически невыгодных сел и поселков. Субтитры создавал DimaTorzok